Монголы создали самую большую империю сопредельных земель, которая когда-либо существовала. Основанная Чингисханом в 1206 году, монгольская империя простиралась по всей Азии, через Восточную Европу и достигала Ближнего Востока. Как воины и правители, монголы способствовали интеграции языка, населения и систем верований, и, конечно же, это относится к их уникальным гигиеническим практикам. С точки зрения многих их современников, не говоря уже о современных наблюдателях, монгольская гигиена кажется в лучшем случае рудиментарной. Монголы почитали воду до такой степени, что они боялись загрязнить ее. В результате они проводили большую часть своей жизни неопрятными и немытыми. Подкрепленные убеждениями в целебных свойствах животных, их диетических привычках и явно незападным подходом к личной и общественной гигиене, монголы практиковали уникальные методы поддержания чистоты, которые многим казались просто сумасшедшими. Сразу хочу предупредить, что тема сложная, и если кто-то захочет меня поправить или дать более обширную информацию, то с радостью изучу ее в комментариях. А сегодня я расскажу вам о том, какой была гигиена монгольской орды. Перед началом убедитесь, что подписались на канал, телеграм и группу вконтакте. И если хотите поддержать развитие канала рублем, то все ссылки в описании. Итак, это история по черному. Поехали! Подагра, вызванная чрезмерной едой и питьем, была частой болезнью среди монголов. Находясь в Золотой Орде, путешественник 14 века Ибн Батута посетил дом дочери султана, чей муж страдал подагрой и по этой причине не мог передвигаться на ногах или ездить верхом, поэтому ездил только в повозке. Кублай Хан, внук Чингисхана и правитель Китая на протяжении большей части 13 века, страдал от такой тяжелой подагры, что она ограничивала его передвижение как воина, так и лидера. Лечение подагры монголам советовали засовывать ноги в грудь мертвой лошади. Однако лошади были не единственным вариантом. Вместо лошади один знахарь на Кавказе посоветовал монгольскому генералу найти рожеволосого ребенка и воткнуть ногу ему в живот. Генерал опробовал эту методику на 30 детях, в конце концов его боль не утихла, и он покончил с доктором и скормил своей внутренности собакам. Французский монах Гильон де Рубрук путешествовал во всей Монгольской империи в 1250-х годах, записывая свои путешествия. Рубрук описал монгольские прически, отметив, что мужчины брили участки на макушке головы вдоль висков и шеи, а также поперек лба до макушки головы. А длинные волосы по бокам их головы они заплетали в косы. Точно так же женщины брили переднюю часть головы после вступления в брак и отращивали длинные волосы. Рубрук писал, когда они хотят вымыть руки или голову, они наполняют рот водой, которая стекала из рта на руки, и таким образом они также смачивают волосы и моют голову. Монголы почитали воду и старались ее не осквернять. Согласно источникам современных монголов, Чингисхан говорил, что если какая-либо вода коснется лица человека, а затем вернется в источник, человека должны казнить. Поэтому, возможно, будет справедливо предположить, что этот процесс был разработан для того, чтобы монголы не пролили воду обратно в источник. Будучи заядлыми лучниками, монголы были склонны к ранениям от стрел. Чингисхан несколько раз был ранен, но его спасли усилия преданных людей, которые высасывали кровь из его ран. Согласно труду 13 века, тайная история монголов, когда у Чингисхана была рваная рана на шее, которая бесконтрольно кровоточила, его слуга Джельме высосал кровь, которую он высасывал и сплевывал рядом с Ханом. Когда Хан начал приходить в себя, то попросил чего-то попить. Джельме в поисках жидкости не нашел ничего, кроме прокисшего молока, которое он разбавил водой. Чингисхан и спил, и полностью вернувшись сознание, сказал «Прозрело мое внутреннее око». Согласно писаниям персидского врача и историка Рашида Аддина, действие по высасыванию крови вернуло жизнь Хану только благодаря тому, что кровь продолжала циркулировать в организме воина. Ну и, скорее всего, ему помогло целебное свойство кумыса, который принес слуга. Вода была священной для монголов, и ее разрушение или загрязнение считалось наказуемым преступлением. Стирка одежды была запрещена, а мытье тела или рук весной или летом также запрещались из-за страха перед грозами. Однако одним из самых тяжких преступлений было то, что человек выпускал свои телесные жидкости в ручей, реку или аналогичный водоем. Чингисхан придал юридический статус многим ранее существовавшим религиозным табу, и монголы строго запрещали мочеиспускание в проточной воде или в жилище, опасаясь слых духов. Если человек намеренно мочился в воду или дома, то его ожидала смертная казнь. В случае случайного мочеиспускания монголы подвергались крупному штрафу, и плата выплачивалась за уборку дома и имущество оскорбленной страны. Пока уборка не закончилась, никто не смел входить в жилище или что-то из него забирать. Согласно Яссе, своду правил, сформулированных Чингисханом, монголам запрещалось стирать одежду в проточной воде. Некоторые ученые интерпретируют этот мандат так, что он применяется только во времена грозы, но Гильон де Рубрук считал, что это из-за страха, что стирка их одежды вызывала грозу. «Они никогда не стирают одежду», — писал Рубрук, — «потому что бог был бы разгневан этим, и если бы они повесили ее сушиться, прогремел бы гром. Грома они боятся необычайно, и когда гремит гром, они выгоняют из своих жилищ всех чужаков, заворачиваются в черный войлок и так прячутся, пока он не пройдет». Их отвращение к стирке одежды воспринималось серьез, и тех, кого ловили, избивали. Вместо того, чтобы мыться, хан ожидал, что его собратья монголы будут носить один и тот же предмет одежды до тех пор, пока он не износится. Когда монголы напали на Шайян в 1274 году, во время битвы против династии Сун, один из воинов был поражен вражеской стрелой, повредив плечо. После этого Байян, один из самых доверенных военачальников Кублай-хана, приказал этому человеку вспороть брюхо водяного буйвола и залезть в него. Через некоторое время воин пришел в себя. Использовались как водяные буйволы, так и валы, потому что их тела давали спасительное тепло. Важность выпаса животных для монголов также указывает на то, что эта практика, скорее всего, была зарезервирована для мужчин элитного статуса. Монголы почти ничего не мыли. Когда они ели, их руки, как сообщается, были покрыты жиром, грязью и остатками еды. Все это они вытирали о свою одежду, которая также редко была чистой. Однако животный жир, намазанный на их одежду, помогал монголам защищаться от непогоды в степях Центральной Азии. У монголов было обычной практикой покрывать свою верхнюю одежду жиром, чтобы сделать ее водонепроницаемой и ветрозащитной. И если бы они постирали свою одежду, это сняло бы этот защитный слой. Однако у монголов были и другие методы очищения. Вильгельм Рубрук рассказывал, все то, что предназначено попасть ко двору, проносится между двух огней. Таким же образом они очищают вещи своих умерших. Когда кто-то из них погибает, они откладывают все его имущество и не отдают никому, пока не очистят пламени. Огонь был для монголов посредником между небом и землей. Тем, кто готовил им пищу, обогревал их жилища и в конечном счете очищал все вещи от вредных элементов. Когда монах Иоанн де Плана Карпини посетил двор Гуюкхана в 1240-х годах, ему сказали, «Не бойся, тебе лишь нужно пройти между этими двумя кострами, чтобы ты очистил все свои грязные мысли. Если у тебя есть яд, то огонь устранит и его». Несмотря на то, что монголы не понимали теорию микробов или то, как работает болезнь, они понимали заражение и важность того, чтобы держать посторонних на расстоянии во время болезни. По словам Рубрука, если кто-то из членов Большого дома или Орды заболевал, монголы расставляли стражу, которая никому не позволяла пересекать границы, где находились заболевшие. Ибо они боялись, как бы злой дух или какой-нибудь ветер не пришел с теми, кто входит. Однако они призывали в места карантина своих священников или прорицателей, чтобы те лечили больных. Так как они ассоциировали болезнь с духовным расстройством, монголы стремились не делать того, что делал человек перед тем, как его настигла болезнь. Тем не менее, они также понимали, что отправка пораженных болезнями тел в осажденный город приведет к болезням и разрушениям изнутри. Когда монголы захватили Кафу в 1346 году, по словам хрониста Габриэля Дамусиса, они обрушили на город горы мертвых. В результате весь воздух был заражен, а вода отравлена разложившейся гнилью. А зловоние стало таким сильным, что едва ли кто-то мог остаться живых. Согласно французскому хронисту Жану де Жуанвилю, монголы готовили куски сырого мяса, кладя их под седла. Возможно, это было не совсем правдой, и делалось это для того, чтобы успокоить седельные язвы на своих лошадях. Тем не менее, монголы, несомненно, ели очень много мяса. Монголы ели баранину и ягнят. Также было известно, что они употребляли конину наряду с мясом собак, волков, грызунов и, когда не было другого выбора, ели мясо людей. Вопреки утверждениям о том, что монголы ели сырое мясо, они часто варили его, чтобы сохранить его духовные свойства. Только в минуты отчаяния они ели что-нибудь сырое. Когда мясо было приготовлено, они ополаскивали блюдо, в которое они собирались положить еду, небольшим количеством кипящего бульона из чайника, который они выливают обратно в него же. Это было самое эффективное действие монгол по мытью посуды. Кумыс был основным продуктом питания монголов. При брожении молока оно становилось алкогольным, что соответствовало описанию монаха Иоанна. Пьянство как почетное дело среди монголов. Монгольское общество настолько проникал в страх перед ядами, что Чингисхан прописал это в ясе в своем кодексе законов. Никакая еда не должна была употребляться до тех пор, пока человек, подающий ее, не попробует первым. Мера предосторожности, чтобы убедиться, что она безопасна. У Чингисхана были причины беспокоиться по поводу яда, особенно с тех пор, как его отец погиб в результате употребления испорченной пищи, которую ему дали враги. Как я уже говорил, когда монах Иоанн посетил двор Куюкхана в 1240-х годах, он был очищен огнем, чтобы убедиться, что у него нет токсичных веществ. Эта паранойя по поводу яда распространилась на употребление алкоголя. Китайские наблюдатели отмечали, что на монгольских праздниках в целях безопасности передавали по кругу одну чашу или кубок. Судя по описанию рубрука, эта практика, несмотря на то, что и была необходима для принятия мер предосторожности, была довольно забавной. Во время одного празднования он стал свидетелем обмена чашки. Первый монгол должен передать второму чашу, из которой они пьют. Но вместо этого первый начинает дразнить второго и начинает ее отдергивать, чтобы тот не смог ее ухватить. К первому присоединяется третий, и они вместе начинает отталкивать второго, плясать перед ним и напевать песни. Когда второму все же удается завладеть заветным напитком, остальные начинают громко смеяться, хлопать и стучать ногами. Две вещи беспокоили Вильгельма Рубрука, когда он посещал монголов. Первым был языковой барьер, который мешал ему эффективно проповедовать христианство. Вторым было то, как близко к нему монголы опорожнялись. Однажды монгольских друзей Рубрука охватило желание опорожнить желудки. Как он писал, они начали делать это чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Параллельно они общались и рассказывали истории. Это было сверх моих сил. У монголов был только один запрет, когда дело касалось употребления мяса. Они могли есть животных всех видов, лис, волков, крыс и даже своих лошадей. Но если в животное попадала молния, оно становилось несъедобным. Монголы боялись гроз. Молния и гром одинаково были знаками наказания, навлекаемого разгневанными духами. Штормы в степях Центральной Азии могут быть опасными. Учитывая, что шторм и все, что он обрушил на монголов, воспринималось как плохое, любая потенциальная пища, пораженная молнией, была испорчена. Вот такой была гигиена монголов. На самом деле материала по ней достаточно, поэтому если не забуду, оставлю в описании ссылки на источники. По традиции для тех, кто досмотрел до конца, давайте напишем в комментариях, не бойтесь молнии. Будем отгонять злых монгольских духов под роликом. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться, оценивать ролик лайком и оставлять комментарии. А это был Олег Черный. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok